...года минуло с того дня. Но мы же изгои. Ты по своей воле, а она, ну... Я Верховный Матриарх, благословляю кого хочу. Большая честь. Да, да, ну иди, имя-то готово. Давай! Великая Мать, это дитя нуждается в собственном имени. Чтобы твоя любовь грела ее, как восходящее солнце согревает землю. Назови имя! Элой! И дитя обрело свое имя. Прекратите сейчас же! Что ты сделала? Благословила наречение ребенка. Упрямиться! Ты зовешь это ребенком? Что она тебе рассказала про это, изгой? Отвечай! Я лишь сделал, о чем вы просили. Просили воспитать, но не просили любить. Хватит! А ты благословить ее имя! Я должен служить им. И тебе. Я рядом. И пойду за тобой куда хочешь. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Они везде... Думаешь, мне это нравится? Я ничего не мог делать! Он у тебя за спиной! Привет! С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, Крепыш! Я сейчас далеко от вас с мамой, но... Мы все равно можем отпраздновать! Конечно, можем! Покажи! Покажи еще раз! Не могу делать! Он у тебя за спиной! Привет! С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, Крепыш! Я сейчас далеко от вас с мамой, но... Мы все равно можем отпраздновать! Конечно, можем! Крепыш! Хвала, Великой Матери! Скорее! Хватайся! Нечего тебе там делать! Давай! Это запретное место, Элой! Да упала я! Это железный мир! А это что в волосах? Ничего! Ты нашла это внизу? Нет! Дай сюда! Нет! Элой! Такие вещи опасны! Нет! Ладно, раз ты теперь шастаешь где хочешь, пора заняться твоим обучением. Все, пошли. Домой. А завтра с тобой мы пойдем на охоту. Эти фигуры. Эти фигуры. Что они значат? Так, бери свой лук. Лук? Хватит шептаться с этой игрушкой. Спускаемся в долину. За мной. Будь внимательной, Элой. Тебе нужно держаться рядом со мной и делать, что я говорю. Я знаю. У тебя еще не зажила рано после вчерашнего падения. Так что с этого и начнем. Возьми сумку для лекарств. Я скажу, что положить. Где это мы? Эта долина – часть объятий Великой Матери. Объятий? Эти земли оберегает племя Нора. Хищные машины здесь не бывают, как правило. Ниже по течению будет стадо машин. Я покажу тебе, как на них охотятся. Они опасны? Все машины опасны, Элой. Их силу нужно уважать. Но с тобой буду я. Тихо. Не высовывайся. Слыши. Нет, Элой. Такие машины зовутся Рыской. Надо уметь от них прятаться. Иначе тебе здесь не выжить. Я покажу. Слушай и делай, как я. Кто это? Отвернись. Почему он там? Он улыбается. Дэб! Куда тебя понесло? Дэб! Ты где? Отвернись. Мы из Гои, а он в племени. Может, ему не нравится в племени. Значит, он дурак. Вон, видишь? Эти называются бегуны. А, брысь! Зачем ты их прогнал? Чтобы показать тебе. Некоторые машины убегают, едва тебя завидев. Таким надо подкрадутся. Таким надо подкрадываться. Не волнуйся. Мы их еще нагоним. Вот увидишь. Вот стадо. Сейчас будем бросать камни. Но камнем ведь машину не повредить. Нет. Но можно отвлечь. Заманить в ловушку. Видишь, там рыскарь. Надо его убрать. Всполошит стадо. И тогда они все успеют разбежаться. Всполошит? Как? Машины общаются между собой. Если не заткнуть им пасть. Стой тут наверху. По сигналу. Бросай камни, гони рыскари ко мне. Жди сигнала. Пора тебе попробовать силы в охоте. Бегун. Слабая машина. Но даже слабая машина может убить того, кто неосторожен. Смотри внимательно. Шкура толстая. Но есть уязвимые места. Вот глаза. А еще что? А-а-а-а! Его не спасти. Рано или поздно машины найдут этого мальчика и растерзают его. Если я выстрелю, стадо охватит паника и его затопчут. Но я вижу, куда они пойдут. Хватит уже сочинять. Правда, я могу прошмогнуть. Не вздумай. Долой! Что? Как ты пришла? Это не игрушка. Стойте. Благослови ее богине. Вас обоих. Она... Меня спасла. Я... Я просто... Парень! Замолчи! Они оба изгои. Она... Безродная. Идем. В сердце матери. Мальчик не должен был с нами говорить. Это запрещено. Пойдем домой. За мной. Я знаю дорогу. Замолчи, парень. Замолчи лучше. Замолчи, парень. Закрой свой робот. Уходи, безродная. Уходи, безродная. Замолчи. 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 Стой! Дети, уйдите оттуда! Собирайте ягоды! У тебя кровь. Дай-ка посмотрю. Ну-ка, не дергайся. Сейчас. За что? За что они меня изгнали? Элой, сейчас не время. Кто была моя мать? Элой, я же говорил. Нам не дано это знать. Матриархи отдали мне тебя еще младенцам. То есть матриархи знают? Все не так просто. Они знают? Элой, мы изгои. Как добиться от них ответа? От матриархов? Ну, есть один способ. Расскажи мне! Но это опасно. Как? И надо много лет учиться. Ну и пусть. Что нужно сделать? Скажи! Инициация. Обряд посвящения для молодых. Кто пройдет, станет воином. А самому лучшему матриархи дают награду. Награду? Да, все, что только пожелаешь. Я согласна. Я справлюсь. Я стану лучшей. Ну что ж. Тогда пора приступать. Это будет тяжело. На это уйдут годы. Начинаем? Да! Пошли! 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 Продолжение следует... 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 Я постараюсь тебе помочь. Пожалуйста, найди её. Умоляю тебе. Спасибо. Я думала, рыскари разорвут меня на части. Меня прислал твой отец. Тебе пора домой. Я не могу. Сперва надо вытащить из падальщика мамино копьё. Это копьё тебе так дорого? Мама сделала его незадолго до смерти. Как отец мог его потерять? Он ненарочно. Падальщик очень опасный. Я знаю. Но мне больно от мысли, что оно пропало навсегда. Отец за тебя очень волнуется. Да он волнуется, даже когда мне надо по нужде в кустике отойти. Он... он не хочет тебя потерять. Я знаю. Просто лучше он орал бы на меня поменьше. Как ты здесь оказалась? Я шла по следу падальщика. Почти догнала, но меня заметил рыскарь и позвал своих. Великая мать. Неужели у меня не хватит мастерства, чтобы вернуть копьё? Я поищу копьё. Правда? О, спасибо. Вернись к отцу. Он к югу от сердца матери не может на ноги встать. Но нет. Тогда я побегу скорее к нему. Спасибо тебе. Так, так, так. У меня на пороге изгой. Великая мать, дай мне сил. Боишься, нас кто-то увидит? Ты так озираешься по сторонам, прямо как вор на базаре. Осторожней, шею свернёшь. Ты же беду всегда приносишь. Будешь тут озираться. Чего такой хмурый? Не с той ноги встал? Вот пройдёшь инициацию, и сможешь закупаться у торговцев в сердце матери. А я, может быть, не люблю терять клиентов. В смысле, у честных торговцев, которые не имеют дел с изгоями? Именно. Скоро наше преступное общение закончится. Твоё дело молчать. Боишься, я могу выдать, что ты торговал с изгоями? Я думаю, ты не из тех, кто болтает. Но мало ли... Можешь не переживать. И я тебя не сдам. Да я так и думал. Но всё равно приятно. Я про тебя никому не говорила. Только Расту. Ну, он меня точно не сдаст, даже если захочет. Раст — человек долга, человек чести. Как ты его терпишь? Ты правда не знаешь, за что его изгнали? Говорю же, нет. Никто не знает. Но за что-то серьёзное, потому что изгнали пожизненно. Зачем ты рискуешь? Торгуешь с изгоями? Каждый раз спрашиваешь. Если тебе хочется поговорить по душам, катись отсюда. Потому что ты сам был изгоем? Да. Меня застукали, когда я лазал по железным руинам за гранью объятий. Матриархи решили, что я запятнал себя. Пять лет дали. Что ты видел среди руин? Да я сам не понял, что. И потом, когда... Я вернулся из изгнания в сердце матери. Все, кого я знал, про меня позабыли. Да и народу там стало так много. Здесь мне больше нравится. В прошлый раз ты говорил, что у тебя есть свободный нить-мёт. Не продал? Да нет. Но я хочу за него окуляр падальщика. Сама знаешь, особое оружие обходится недёшево. Не вопрос. Я недавно завалила падальщика. Есть окуляр в лучшем виде. Так уж и в лучшем. Где он? Вот только теперь смотри мне. Давай-ка поаккуратней с этим нить-мётом. Поняла? Я как-то совсем не хочу зацепиться ногой и подорваться на твоей ловушке. Да ну. А так и не скажешь. Ты ещё тут будешь? Вдруг мне ещё что понадобится? Я буду здесь. Всё как обычно. Неси мне любые детали от любых машин. Чем лучше детали, тем больше осколков получишь. Может, взглянешь, что у меня есть на продажу. Кто знает, может, что-то даст тебе фору на инициации. Ну, вроде всё обсудили. Ладно. Удачной инициации. Благослови тебя, мать, и всё такое. Кого ты там зовёшь? Нужна помощь? Я ничего не имею против изгоев, поверь. Но ведь нам нельзя с тобой разговаривать. Тут нет других желающих помочь. Ты права. Прости, я не хотела тебя обидеть. Моего брата изгнали, но его срок уже прошёл. Он должен был вернуться, но не вернулся. А его лагерь залит кровью. То есть, лагерь твоего брата залит кровью? Так сказали воины, которые пошли его искать. Я не могу больше ни о чём думать. Неужели он погиб? Или только ранен? Он страдает? Как можно ему помочь? Не могу, я должна знать! Зачем ты пришла сюда одна? Каждый день я делала засечку на стене. Срок Брома прошёл. Ещё три засечки, но он до сих пор не вернулся. Я упросила матриархов послать за ним воинов, и всё, что они нашли, залитый кровью лагерь. Воины говорят, он погиб. Но я должна знать точно. Вот и пошла его искать. За что твоего брата изгнали? Бром был не такой, как все. Немного чудной. Один жестокий охотник постоянно над ним издевался. Я отошла всего на час. Охотник опять полез на него с кулаками. Но тут Бром дал сдачу, взял камень и раскроил ему череп. Он сказал, это духи ему велели. Шёпот забытых. Изгой на десять лет. И зачем я тогда ушла? Каких ещё забытых? Богиня проклинает нераскаившихся богохульников. Изгоняет из своей вечной памяти. Эти проклятые духи есть забытые. Бром утверждал, что они отдают ему приказы. Это была тяжкая ноша, и я ничем не могла ему помочь. Стараюсь разыскать твоего брата. Правда? Я пойду с тобой. Я тебе не помешаю, вот увидишь. Одной мне проще. Ну, как скажешь. Только найди его. Умоляю. Кроликов. Кроликов. Великая мать, с момента изгнания. Разве не была я постоянно, как течение реки? Разве не хранила я верность своим клятвам? Яви мне свою милость. И насыть меня, как прежде. Поздравляю, Великая мать вновь даровала вам... Кроликов. Великая мать, твой голос, как далекие раскаты грома. О, мать, я слышу песни скорби. Я бы примкнула к ним, но я забыла свои четки на восточном утесе. Я так боюсь. Грата, дождитесь меня в лагере. Я постараюсь помочь. Сначала ты вернула мне Арану, а теперь и копье нашла. Когда я позвал тебя на помощь, я даже не знал, станешь ли ты слушать. Я так рад. Я тоже. Даже не верится, что ты его нашла. Твоя мать была мастером. Это прекрасное копье. Мне до нее далеко, но пару секретов она мне приоткрыла. Буду рад взглянуть на твое копье. Спасибо. Ты очень ее любила. Я тебе соболезнула. Ну, благодаря тебе у меня хоть осталось ее копье на память. Ты очень помогла нам. По своей воле. Она бы это оценила. Спасибо тебе. За все. Как представлю, что мог навсегда потерять Арану. Спасибо, Элой. Правда, я убью себя. Лучше уж себя, чем ее. Ты... Ты не дух. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты отошел от края. Нет. Оставь меня. Не видишь, мне нужно время подумать. А как прикажете думать, когда все вокруг на тебя кричат? Слушать столько голосов сразу. Наверное, тяжело. Обещаю, мой голос будет тихим и мягким. Тихий голос? Как у Алары? Так давно. Годы. Да. Да, я... Я слушаю. Так-то лучше. Расскажи, что тебя тревожит? Духи забытых. Тех, кого прокляла богиня. Голоса. Они не дают мне покоя. Они заставляют меня... Вредить людям. А вдруг, если я вернусь... Они велят обидеть Алару. А я... Я этого не допущу. Я лучше убью себя. А ты можешь их не слушать, Бром? Они и сейчас говорят. Они всегда со мной. Заботятся. Утешают. Помогают. Но иногда кричат. Когда он меня повалил, они закричали, «Разбей ему голову!» И я разбил. Бром. Ты жив. Хвала Великой Матери. Прости, что увязалась. Я должна была знать, что с ним. Нет. Нет-нет-нет-нет-нет! Нет! Сестра, не надо! Я не смогу тебя защитить! Мне не нужна защита от тебя, Бром. Он боится, что духи настроят его против тебя. Или он тебя слушает? Да. Так и было раньше. Он лишь раз ударил человека, и то защищаясь. Я... Я не хочу тебя обидеть. Но забытые! Их шепот! Моя голова полна их криков! Бром не готов вернуться в плене. Но тебе он не причинит вреда. Я присмотрел себе пещеру на горе Великой Матери. А ты сможешь меня навещать, если я буду стойким. Ты будешь стойким. Я помогу. Спасибо, Элой. Я позабочусь о нем. Пусть Великая Мать всегда помнит о тебе. И пусть забытые пройдут стороной. Вот ваши четки, Грата. Я выполнила вашу просьбу. Великая Мать, и не знаю, и не знаю, что случится после обряда. О, Мать, я благодарю тебя за твою доброту. В час инициации дарую свою милость воину с самым добрым сердцем и щедрой душой. Я... кажется, вас помила. Прощайте, Грата. Огненные стрелы. Есть. Я слышала за гранью взрывы и крики. Это и есть та неприятность? Скоро сама увидишь, а пока ждем темноты. Темноты? Я не понимаю. Взрывы слышны из-за грани объятий. Что мы сделаем отсюда? Будь добра. Наберись терпения, Лой. Всему свое время. Отнесла чудной Грате кроликов. Она сказала спасибо Великой Матери. Все верно. Ты действовала по велению Великой Матери. Это я уже слышала. Только охотилась-то я одна. Это я уже слышал. Ты одна, потому что так решила. Я сходила к Карсту и купила у него нитемет. Даже страшно представить, какую цену он заломил за такое оружие. Ну, не дешево. Но оно того стоит. Возможно, скоро проверишь в деле. Слушай, Раст. Я все обдумала. И я хочу сказать, я тебя не брошу. И я... Я не буду. Не буду притворяться, что ты мне чужой. Лой. Закон запрещает все контакты. Пускай. Мне все равно. Ты привык следовать закону, Раст. Но мне закон никогда ничего не давал. Только отбирал. Все, хватит с меня. Лой. Я обязан подчиниться. Ну и пусть. Я знала, что ты это скажешь. Мы сделаем так. Я буду приходить в тайне. Меня никто не увидит. Все будет хорошо. Ты не будешь со мной говорить, раз это запрещено. Но я буду. Это мое преступление. Ты просто... Слушай. Это все, что я прошу. Ты... Хорошо все продумала. Ну да. Так что не переживай. Решено. Солнце сядет еще не скоро. Надо бы отдохнуть. Верно. Этой ночью спать не придется. Солнце сядет. Открывают врата изгою? Иногда изгнание не отменяет прошлых заслуг Вот тебе и закон Я ни с кем не говорил, теперь обоим надо молчать, мы покинули объятия Это настоящие дикие края, здесь ждут угрозы, каких ты еще не встречала Белозубы разворотили весь этот дом? Сколько их было? Я привел тебя сюда не для вопросов, Аллой А чтоб ты с ним разобралась Он... громадный? Как с ним справиться? Это ты должна понять сама Ты будешь охотиться в одиночку, без меня Чтобы не случилось, я не вмешаюсь Поняла? Ты сама по себе Зачем я тебя привел? Не для вопросов Милой Для того, чтобы испытать меня Это проверка, смогу ли я одолеть грозную новую машину Нет Пойдем Это охотничьи земли Их надо защищать Если бы ты не убила Пелозуба, скольких воинов он бы ранил или погубил? Твой урок – ответ на этот вопрос Ты долгие годы училась охоте, но лишь ради себя Став воином, ты должна будешь сражаться за свое племя Мое племя? Ты сказал, без них обойдусь Но не говорил, что они без тебя обойдутся Истинной силой обладает тот, кто готов сражаться за что-то Кто готов служить великой цели Вот что ты должна усвоить Помни об этом Когда тебя примут Когда меня не будет рядом Мы закончили Пойдем Рассвело Сегодня твой последний день в качестве изгоя У тебя есть время, чтобы подготовиться к испытаниям Когда отправишься в сердце матери Я буду ждать тебя на тропе Я усвоила последний урок Да? Но чтобы сражаться за что-то В это надо верить всем сердцем Надеюсь, ты найдешь Во что верить Я пойду с тобой к Чижине Я сейчас иду не туда Другие дела Да? Какие? Когда придет время, я буду ждать Тогда увижу тебя там Увидишь Пора Ты готова? Да Вроде Все громче, чем я ожидала Ты еще не была так близко Вблизи все кажется больше Скоро все станет привычным Как дома Ну, не знаю Высший матриарх Тирса Поможет Еще вопросы? Скажи, что меня ждет внутри? Там будут люди Праздник, танцы Столько людей ты никогда не видела Ни одна деревня не сравнится с этой Это обитель высших матриархов Центр жизни племени Жемчужина священной земли Погоди Ты ее полюбишь Как я Когда был среди них А они меня точно примут? Я же говорил Ребенок-изгнанник может пройти инициацию И кто выдержит, тот будет принят в стан воинов Я помню Не все так строго следуют закону, как ты Верь мне, Элой Племя знает о твоем праве Последние наставления будут? Нет Ты усвоила все уроки Диких Краев Меня учил ты, а не Диких Края И вряд ли лук и копье сильно мне там помогут Луком и копьем ты добудешь то, в чем так нуждалось все эти годы Ответы Я готова Теперь увидимся дома? Меня там не будет, Элой Вот Вот, возьми На память Ты как будто решил попрощаться навсегда Нет Нет Твое место среди них А я, я всегда буду изгодить Но я же сказала, я все продумала Я буду приходить тайком Это я буду нарушать закон Не ты Ты говорить со мной не будешь Это Привязанность ко мне Абуза для тебя Я хочу, чтобы ты стала частью племени Ты больше не должна жить одна, Элой Я была не одна Ради тебя Я ухожу туда, где ты меня не найдешь Да Мы прощаемся Нет 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 Я умею читать следы Куда бы ты ни пошел Я тебя найду Не в этот раз И в этот И в любой другой Ты его еще увидишь Храни тебя, Великая Мать, Элой И тебя Поворачивай назад Или сдохни Выбирай Расступитесь В сторону Воины Расступитесь Пропустите ее Сердце матери открыто тебе, дитя мое Пойдем Большинство Нора не так грубы, как эти дурни Вы Тирса? А кто же еще? Идем со мной Я ждала этого дня очень долго, Элой Правда? О, да Но я должна ненадолго тебя покинуть Нужно позаботиться и о других чужаках О других? Посланники из другого племени Карха Пришли посмотреть инициацию А Нора не любит Карха Карха? Ну это моя проблема Мы с тобой еще поговорим А пока наслаждайся праздником О, впереди тебя поджидает старый друг Ему не терпится тебя увидеть Но я тут никого не знаю Это ты ему скажи Мы еще поговорим Да хранит тебя богиня Что происходит? Элой, да? Я верно запомнил твое имя? Ты старый друг, про которого мне говорила Тирса? Мы не знакомы Вижу, ты меня не узнаешь Что ж, это было давно Я Теп Ты спасла меня от стада машин Когда была вдвое меньше меня Я помню Ты сказал спасибо Я не забыл тебя Надеялся вновь тебя увидеть Вдруг придешь на инициацию Как видишь Охотника из меня не вышло Я в племени работаю швецом Делаю одежду и доспехи Знаешь, Элой Я подготовил костюм специально для тебя Вдруг понравится Сколько ты хочешь? Сколько? Ничего Считай это благодарность за твой подвиг Запоздалая Держи Как будет время, примеришь Спасибо, Теп У меня никогда такого не было Ну а теперь есть Этот костюм защитит тебя лучше, чем Твой прежний У всякой одежды свои преимущества Так что приходится выбирать Ладно Не буду тебя задерживать Иди тогда к дому матриархов Если тебе нужна Тирса Дом ты сразу узнаешь Большой такой, деревянный Снаружи злобная толпа Тирса говорила про посланников из другого племени Да Это всех и взбесило Карха вступили на нашу священную землю впервые за годы Будут швыряться помидорами А то и камнями Надеюсь, что не копьями Ну в общем Будь готова Что ты тут делаешь? Тихо Мы с тобой не знакомы Мне же нельзя торговать с изгоями Ты чесом не забыла? Как я могла И как мило, что ты со мной говоришь Ну не надо так Ты же знаешь, я буду завтра за тебя болеть И полюбуюсь на их рожи После твоей победы Если тебе что-то еще нужно из припасов Обращайся Ты в сердце матери? Думала, ты сюда не ходишь Человек не может все время пить в одиночестве Честно говоря, мне иногда не хватает общения Вот, признался Уж не суди строго Не буду, если сделаешь скидку Да ты совсем? Я шучу, Карст Рада встрече Давай без этого Обещаю, цены задирать не буду Я всегда рад принять твои осколки Менькая мать их, прости Скоро мы благословим инициацию Но прежде воздадим честь гостям Уже два года держится мир между нами и Ганха Пришла пора наладить торговлю с Меридианов Эти посланники прибыли к нам для укрепления мира Мир Какой мир? Выражение благодарности Написанное во короля Солнца Авата Убийцы и живодёры! Эй, эй, не кидайтесь вы! Люди Нора, подождите! Я Азерам, не Карха Так что скажу прямо Прежний король Солнца был редко мерзой Правда? Этот изверг Угонял людей из моего племени так же, как из вашего Мою родную сестру угнали Я ненавидел Карха Но Тринадцатый король убит Уж два года как Кто его убил? Четырнадцатый Да И не потому что рвался к власти А потому что кто-то должен был положить конец этим злодействам Да! Послание, которое привёз бедный жрец Это извинение Из уст четырнадцатого короля Пожалуйста Но дайте ему сказать Спасибо Выражение благодарности Написанное рукой короля солнца Аввада Его святозарности Четырнадцатого монарха Вы встречали у кого-то, у кого есть визор Где ты его взял? Что? Откуда? У тебя это устройство Это невозможно Ваше племя боится древних руин До смерти С чего ты взял, что я боюсь? Ну Видимо, нет Расшаришься в руинах Железного мира Что с тобой? Извини Просто сбой Олин Уже с местными знакомишься? Я Сейчас приду Стой Нет Всё потом Идти надо Оу Похмелье у него сильнее, чем я думал Эй У тебя такая же побрякушка, как у Олина С каких пор они вошли в моду? Его зовут Олин? Кто он? И где он взял такую штуку? Да он обычный собиратель Просто со связями Ищет артефакты, а потом пропивает их Или проигрывает А побрякушка? Ну, откопал её где-то А потом нацепил это старьё на голову Не обижайся Тебе она идёт Я первый раз вижу такие доспехи Ты не видела броню авангарда? Сейчас познакомлю Кольцевые замки Ударопрочные Настолько, что пила зуб подавится Авангард Это лучшие воины короля солнца Мы все душегубы И победители машин Даже воительницу племени Нора Можем завалить, если что С таким грузом железа на плечах? Вряд ли Да, как сказать На мой взгляд, мы с тобой друг друга стоим Расскажи мне об Олине Он такой интересный Я начинаю ревновать Ну, он шарит по руинам Выкапывает старьё И сбывает его знати Ориентируется неплохо Вот поэтому он и возглавляет нашу экспедицию Мы знакомы пару лет Он верный товарищ Любит семью С ним можно выпить Он мне по душе А больше и сказать нечего Расскажи мне про Олина Ориентируется неплохо Вот поэтому он и возглавляет нашу экспедицию Мы знакомы пару лет Он верный товарищ Любит семью С ним можно... Твоего друга чуть не закидали гнилыми фруктами Но ты всех угомонил Ну да Сам этому удивился Нора до сих пор злый на кархе Из-за красных набегов И неудивительно Я ещё хочу спросить Пожалуйста Но может лучше мы с тобой поговорим После этого вашего благословения? Если у карха такая мрачная история Почему ты им служишь? Старый король был настоящий изверг А новый хочет мира Что в этом мрачного? И карха не только воины Они и строители Тот же Меридиан Рядом с ним любой город Просто груда камней и палок А Меридиан большой? Какой он? С чего начать? Мои соплеменники Мастера кузнечного дела Лучшие оружейники в мире Но по части строительства Тут нам с карха не сравнится Город парит над каньоном Мостов там больше, чем дорог у Нора А дома высотой с гору А на другом конце долины шпиль Как вознесённый в небо клинок Сияющий на солнце Ты должна сама это увидеть Считай это вызовом Или приглашением Я никогда не слышала про красные набеги Что это? Твоё племя воевало И ты даже не слышала? Ты что, в пещере жила? Родители совсем из дома не выпускали? Я росла изгоем Со мной не общались Да У Нора есть такой обычай По-моему, это жестоко Но ты ведь знаешь про помешательство машин Что они с каждым годом всё опаснее Безумный король решил принести Много кровавых жертв Чтобы солнце усмирило машины Не помогло В поисках жертв Карха делали набеги на соседей И уводили людей Как мою сестру Нора храбро сражались, но Погибли многие Твою сестру забрали и принесли в жертву Это ужасно? Забрали, да Но дальше она им устроила Мою Эрзу не так просто прирезать Она сбежала И теперь она мой капитан Капитан всего авангарда Сам король солнца восхищается Как она спаслась? Это целая история Но долго рассказывать Может в другой раз За стаканчиком Или приходи в мериде Познакомишься с нею Вы с ней поладите Вы обе дамы Прямые Сказал машины С каждым годом становятся опаснее Да Ты без меня это знаешь Впервые слышу О, извини Я просто думал Все это знают Говорят Еще лет 15-20 назад Машины не были такими злобными Как сейчас При виде охотника Они пугались И убегали Так что охота была делом Трудным, но не опасным Если только не лезть им под ноги Конечно А потом началось это помешательство И все изменилось Стоило охотнику Пустить стрелу И машина сама на него Бросалась Еще через пару лет Машины начали атаковать сами Путешествовать стало очень опасно И больше того Начали появляться новые виды машин Большие Свирепые И вооруженные Как пилозуб? Да, 10 лет назад он Но через каждые пару лет Объявляется новая тварь Еще страшнее Так из-за чего это все? Никто не знает А машина тебе не расскажет А дальше? Чем все кончилось? Сын безумного короля Объединил повстанцев Карха И озерамских вольных бойцов И мы совершили невозможное Захватили Меридиан И убили короля Теперь правит его сын И жить стало намного лучше Ават навсегда отменил рабство И жертвоприношение Теперь племена в Меридиане Рады всем гостям Даже изгоям Нора Тебе надо там побывать Кто такие Азерам? Это мое племя Мы живем на северо-западе Хорошо умеем три вещи Делать сталь Варить брагу И спорить А кто такие эти Вольные? Можно сказать Мы были наемниками Воевали за деньги Но все-таки Кому попало Не продавались Ават не смог бы победить отца Если бы не наша помощь А теперь некоторые из нас Служат в его личном авангарде Расскажи про помешательство Говорят, еще лет 15-20 назад Машины не были такими злобными Как сейчас При виде охотника Они пугались и убегали Так что охота была делом трудным Но не опасным Если только не лезть им под ноги, конечно А потом началось это помешательство И все изменилось Стоило охотнику пустить стрелу И машина сама на него бросалась Еще через пару лет Машины начали атаковать сами Путешествовать стало очень опасно И больше того Начали появляться новые виды машин Большие Свирепые И вооруженные Как пилозуб? Да, 10 лет назад он Но через каждые пару лет Объявляется новая тварь Еще страшнее Так из-за чего это все? Никто не знает А машина тебе не расскажет Я хочу тебя спросить кое о чем Спрашивай Мне пора на благословение Да Слушай, может мне не стоит это говорить Но я вижу тебе не место в этом захолустье Ты же умная Ты хороший боец Ну и вообще Посмотри на себя А ты о чем вообще? Ты знаешь о чем Будешь в Меридиане Разыщи меня Все расскажу Представлю кому надо Сможешь начать новую жизнь В общем, мне тоже пора на благословение Ну, еще увидимся, да? Элуй Становись вон туда, дитя Молитвенный фонарь твой Я его сделала Светодатство Сестры Дети мои Перед каждым из вас Молитвенный фонарь Сделанный вашей матерью Зажгите Его В ее честь В честь Раста За все, что он для меня сделал Великая мать Услышь нашу Молитву Что ей лидят, как невоплощенная мечта матери Маленький огонек Парящий над землей В дыхании ветра Он будет плыть по небу Пока не глазами не падут Так От одного к другому Передаются Усы любви Олин Знаешь мое имя? А, Рен сказал Объясни, почему ты так странно себя вел? Это все праздник Не люблю шумные сборища Пойду лучше прилягу Отвечай на мои вопросы Ладно, не кипятись ты Мне скрывать нечего Впервые встречаю кого-то с визером Где ты его нашел? В руинах К северу от жилы Так мы называем земли озера Их земли Просто набиты железом Стальные гиганты Погребенные в рыхлой почве Пещеры, которые предтечи пробили в скалах Заманчиво? Я нашла свой визер в такой же пещере В руинах предтеч Раз сама шаришься И так все знаешь Там и ищи свои ответы Я при чем? Когда мы говорили, ты вздрогнул Как будто от боли Или от страха Визер что-то показал? Ничего он не показывал Я же сказал Просто сбой Часто случается Ты не умеешь врать А ты всех подряд обвиняешь во вранье? Лишь тех, кто не говорит правду Гнев и пламя Я человек простой Мне скрывать нечего Не веришь мне? Твои проблемы Не мои Что ты здесь делаешь? Зачем пришел к Нору? Эренду нужен был разведчик А заодно собутыльник Вот и все Чтобы наш жрец не потерялся Когда все кончится Снова займусь своими руинами Буду шарить там детали И продавать свои находки Ты исследователь? Я обычный человек Всем надо как-то кормиться Я вот состою на службе При королевском дворе И все Я не понимаю Мы столько можем обсудить А ты спешишь от меня отвязаться Я просто не хочу тратить на тебя время Друзей мне хватает Я привыкла, что меня сторонятся Думала, ты не такой Ничего личного Правда Ты иди Наслаждайся праздником Завтра большой день Не трать свое время впустую Безродная погонь Что ты сказал? Иди спать, изгои Пусть тебе приснится победа Только во сне такое и может быть А, так тут люди спят А то при виде тебя Подумала, тут выгребная яма Ты, тебя не могу Так, так Смотрите, кого к нам занесло Явилась безродная У тебя до сих пор шрам от камня Который я в тебя кину Хороший сувенир на память Ну и погонью же ты бываешь, Баст Завязывай Я тебя не боюсь Я ничего не боюсь Правда? Что же ты тогда так кричишь? Я помню день, когда подарил тебе этот шрам Так это было приятно А я вот помню, что другие дети тебя осудили Но вот об этом ты наверняка никому не рассказываешь Я наградил тебя позорным клеймом Ты только сделал меня сильнее Подожди Сам увидишь Ну да Скучно с тобой Все, Баст пошел спать Это я тебя завтра удивлю, дикарка Не ты О, ты заткнешься? Вот бы удивил Что ты ему выдала Теперь он заткнется По крайней мере до утра Кажется, мы не знакомы Я Элой Да я знаю, кто ты Соперница Остальные-то, конечно, пройдут Ну, как-то Но победить Можем только Баст Ты И я Вала Приятно познакомиться И да Я намерена победить Никогда не празднуй победу раньше времени, дитя Мать всегда так говорит А теперь ты извини, я ложусь спать Надо же все-таки набраться сил, чтобы завтра тебя уделать Твоя койка вон та Ясно Спасибо Как тебе в сердце матери? Довольно? Впервые спишь в доме Нора, тут все под одной крышей В целом, довольно мило Тут хорошо, когда ты своя В том-то и дело Тебе здесь найдется место, правда Отдыхай Отдыхай Продолжение следует... 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 Продолжение следует...